А дело председателя Одесского окружного админсуда Олега Глухарчука по-прежнему буксует. Сегодня служители Фемиды должны были судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но снова не получилось. Почему? Узнаем от Андрея Анастасова. Вот видео с камер патрульной полиции. Из машины шатаясь, выходит водитель, внешне похожий на председателя суда Олега Глухарчука. А вот как затем общается с правоохранителями член исполкома горсовета Николай Шурда, также находившийся в автомобиле. Собственно, это общение и вызвало огромный резонанс. Чемошный, ***? Я плачу налоги тебе, тварь, чтобы ты получал заплату. Тогда, в феврале, Глуханчук признал, был пьян, но, дескать, не он находился за рулем, хотя в протоколе указано обратное. Все точки над «и» мог бы расставить суд, но слушание не проводится уже больше месяца. И вот сегодня новый поворот. Судья Анатолий Дерус заявляет, не сможет судить коллегу. Ранее, дескать, ему угрожали расправой активисты. Материалы, как говорят, для объективности в итоге направили в апелляционный суд, чтобы он определил подсудность. Иными словами, заседание теперь могут перенести в другой регион Украины. Активисты уверены, это уловка, чтобы скандальное дело не смогли проконтролировать одесские активисты. Скорее всего, в другой области будет сделано все, чтобы Олег Васильевич Глуханчук не был привлечен к ответственности за управление автомобилем неотрезвым состоянием. Самого Глуханчука на рабочем месте не найти. Он то в отпуске, то как, например, сейчас на обучении в Киеве. Тем временем сгущаются тучи над его шикарным домом в элитном районе Одессы на берегу моря. НАБУ подозревает судью в том, что два года назад он не указал в декларации недостроенный особняк стоимостью 7 миллионов гривен. А это может обернуться двумя годами тюрьмы. На днях активисты наведались и сюда, посмотреть на особняк, который сам судья называет эллингом, то есть помещением для хранения яхты или лодки. Ну тут невеличкая такая неточность, вы можете пометить, в принципе, как бы, ну, моря не видно, скажем так. Это хатинка лесничого, или как это называется. Место для удочек, короче. Теперь активисты с нетерпением ждут решения апелляционного суда. Оставят ли дело Глуханчука в Одессе или будут рассматривать в другой области. Что же касается матерщинника Николая Шурды, то недавно он был исключен из состава городского исполкома. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.